У работников сельского хозяйства наступает горячая пора уборка урожая. Полным ходом подготовка зерносушильных комплексов и других объектов. Они являются, как правило, объектами с сезонным характером работы, к электроустановкам которых предъявляются особые требования по электробезопасности. Только тщательная подготовка электроустановок объектов может гарантировать надежную и безопасную работу до конца уборки. Об основных требованиях электробезопасности при проведении уборочной кампании в программе подробности расскажет инспектор Энергогазинспекции Пинского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Татьяна Яцевич. Для обеспечения безопасной работы электроустановок объекту в уборке урожая и принимаемых электрифицированных машин и механизмов необходимо организовать проведение их периодический осмотр квалифицированным электротехническим персоналом предприятия. Перед включением электроустановок необходимо обратить внимание на исправность замков на силовых шкафах, которые должны быть закрыты до предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, а также выполнять осмотры и ревизию состояния кабельных линий электропроводки, укомплектовать распределительные устройства соответствующими аппаратами защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, наличие и исправность нулевых защитных проводников и проводников заземления, провести необходимые электрофизические измерения и испытания. Перед началом работы на электрифицированных машинах и механизмах необходимо убедиться в исправности состояния питающего кабеля, отсутствие повреждений изоляции, обрывов, жил и так далее. Обеспечить защиту проводов и кабелей от механических повреждений. Не приступать к работе на электрооборудовании при наличии повреждений изоляции проводов, кабелей. Отсутствие ограждения открытых токоведущих частей оборудования, находящихся под напряжением. При перемещении работающих электрифицированных машин на новое место питающий их кабель должен быть отключен на электрической сети. Тем самым вы исключите обрыв кабеля поврежденной изоляции. Устранять повреждения, проводить очистку машин от зерна и примесей, смазку, регулировку можно только на остановленных машине и отключенном от электрической сети. При появлении напряжения на корпусе машины следует немедленно отключить машину от электрической сети. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током людей, работающих на электрифицированных машинах, рекомендуется подключать такие машины к электрической сети через устройство защитного отключения. Такие устройства обеспечивают надежное и быстрое отключение машины от электрической сети при возникновении аварийной ситуации. Отдельного внимания требует вопрос соблюдения электробезопасности при работе сельскохозяйственной техники на полях, где часто расположены воздушные линии электропередачи. С людьми, занятыми на сельскохозяйственных работах, в обязательном порядке необходимо организовать проведение инструктажей по безопасному ведению работ, обучить их приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказание первой помощи пострадавшему. В границах охранной зоны воздушных линий электропередач не допускается совершать остановки и стоянки всех видов транспортных средств, осуществлять передвижение, работу сельскохозяйственных машин с поднятыми стрелами, кузовами и выступающими частями оборудования, влекущие приближение к недопустимому расстоянию к проводам воздушных линий. Движение машин и механизмов при работах на участках, расположенных в охранной зоне воздушных линий электропередачи, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Все указанные и дополнительно принимаемые меры будут способствовать безопасной эксплуатации оборудования, что позволит своевременно, без аварийных отключений, пожаров и несчастных случаев, провести уборку и переработку нового урожая. В самом разгаре кампания по подготовке организаций к предстоящему осенне-зимнему периоду. Пинское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области еще раз напоминает всем организациям, независимо от формы собственности и организационно-правовой работы, имеющим в собственности или хозяйственном ведении, оперативном управлении и ином законном основании теплоисточник, тепловую сеть, систему теплопотребления, о необходимости проведения работ по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду и получения паспортов готовности потребителей тепловой энергии, теплоисточников в сроки, утвержденные местными исполнителями и распорядительными органами. При подготовке к новому осенне-зимнему периоду следует учесть, что постановлением Совета министров Беларуси от 21 февраля 2024 года номер 113 были внесены изменения в правила подготовки организации к отопительному сезону, его проведения и завершения. Изменения коснулись требований к составу комиссии, создаваемой в организации для проведения выполнения условий готовности к работе в осенне-зимний период. Если ранее в составе комиссии было обязательно участие руководителя организации, то сейчас в ее состав может быть включено уполномоченное руководителем лицо. Так, законодательством предусмотрено право передачи другому должностному лицу организации, например, руководителю обособленного структурного подразделения, полномочий на подписание акта проверки готовности теплоисточника, акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период и в последующем паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии. Также изменилась форма паспорта готовности потребителя тепловой энергии и паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний С 2024 года существительная административная процедура 3.10.1 регистрация паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенний и зимний период возможно в электронной форме через единый портал электронных услуг Е-послуга, общегосударственная автоматизированная информационная система. Одним из условий готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период является наличие на теплоустановках тепловых сетях исправных и поверенных средств измерений, в том числе манометров и иметь действующие знаки государственной поверки или свидетельство о государственной поверке. Государственный метрологический надзор осуществляет Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. Также на шкалу циферблата манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление. В замене красной черты запускается корпусу манометра прикреплять металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. При этом шкала должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30 градусов для улучшения видимости показаний. Энергоснабжающие организации и потребители тепловой энергии обязаны выполнить плановые профилактические и ремонтно-восстановительные работы теплоустановок и тепловых сетей, а именно Техническое обслуживание и ремонт оборудования при необходимости, проверку плотности закрытия запорной арматуры, выполнение гидравлических испытаний тепловых сетей, водоподогревателей, гидравлических испытаний и промывки трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, Систем теплоснабжения, вентиляции, системы топления с оформлением соответствующего акта при централизованном теплоснабжении с участием представителя энергоснабжающей организации не реже одного раза в 4 года выполнять гидропневматическую промывку, а также проверку приборов учета тепловой энергии. Ознакомиться с порядком действий при подготовке к осенне-зимнему периоду можно на сайте Госэнергогазнадзора во вкладке «Надзорная деятельность. Подготовка к работе в осенне-зимний период». Субтитры создавал DimaTorzok